МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город стал крупнейшим инфраструктурным проектом на просторах СНГ. Здравствуйте, меня зовут Марат Токмагамбет, и сегодня в приоритете крупнейший проект в истории современного Казахстана – новая столица. Сегодня с именем Астаны связаны перспективные проекты, такие как Экспо, Международный финансовый центр и Астана Бизнес Кампус, о которых сегодня пойдет речь. Астана встречает гостей. Город заметно обновился и, по признанию горожан, еще никогда не был таким удобным для жизни. Появились десятки новых скверов и парков. Расширяется инфраструктурная зона Левобережья. 10 июня в Астане стартовало главное событие года – выставка Экспо-2017. Представители 115 стран мира рассказывают общественности о своих достижениях в области альтернативной энергетики. Каждый может найти для себя что-то новое. Например, в российском павильоне гостей удивляют частичкой настоящего айсберга. Девиз павильона Австрии – создавай энергию сам. Гостей южнокорейского павильона ждет множество технических новинок. По статистике организаторов, ежедневно выставку посещают более 20 тысяч человек. Я впечатлен уровнем готовности. Сегодня я могу сказать, что Казахстан проведет выставку на достаточно высоком уровне. Я был на территории выставки за несколько недель до открытия. Тот, кто был здесь два месяца назад, мог сказать, когда они успеют, еще не все готово. Но мы проводим много выставок и знаем, что это нормально. Проделан невероятный объем работы, уровень подготовки к экспо высокий. Зарубежные участники также приложили немало усилий для того, чтобы все успеть вовремя. Организаторы предусмотрели все проблемные вопросы заранее. Примечательно, что после завершения выставки на площадке экспо расположится Международный финансовый центр «Астана». Его создание стало одним из наиболее значимых событий для экономики страны за последние годы. С 1 января 2018 года на базе и на платформе инфраструктуры экспо городка будет работать уже Международный финансовый центр. В этом году мы готовим создание биржи Международного финансового центра «Астана», создание суда и арбитражного центра и регулятора. На сегодняшний день уже установлены связи с регионом Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Мы ожидаем, что большой будет интерес прежде всего от азиатских рынков, то есть приблизительно, наверное, половина, может быть, из таких стран, как Китай, Япония, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, а также арабские страны Кирсидского залива. Но также мы ожидаем, что будет большой интерес и стран Евразийского экономического союза и европейских стран. То, что МФЦА будет расположен в центре Евразии, определенно преимущество. Но куда интереснее его правовая система. По сути, внутри государства создается свое финансовое государство с нормами английского права, по которым живут все старейшие финансовые центры. Очень большой интерес не только зарубежных компаний, но и региональных компаний, местных компаний. Мы считаем, что это будет новый шаг в развитии рынка финансовых услуг в нашем регионе, в нашей стране и будет служить привлечению прямых иностранных инвестиций. Вообще задача МФЦА – это создание еще одного драйвера экономического роста, еще одного драйвера создания рабочих мест, прежде всего в Казахстане. Мы считаем, что как раз будет задействована вся эта высококвалифицированная рабочая сила, которая есть в Казахстане, и все те молодые люди, которые сегодня учатся в зарубежных университетах или в наших университетах и могут работать в инвестиционных банках, они смогут получить возможность поработать в рамках деятельности МФЦА. Город с большими амбициями. С каждым годом столица становится все более привлекательной для туристов и инвесторов. В планах руководства города обеспечить рост иностранных туристов с 275 тысяч человек до 550 тысяч в 2020 году. Достичь такой цифры поможет открытие новых авиарейсов, которые свяжут Астану с мировыми финансовыми центрами. В рамках 67-го шага предусмотрено открытие международных сообщений авиакомпании «Яростаной». Так, до 2020 года планируется открытие четырех сообщений с международными финансовыми центрами. В настоящее время Астана обеспечена связью с шестью финансовыми центрами. Это Франкфурт, Париж, Дубай, Лондон, Сеул и Пекин. И до 2020 года, как я говорил, ожидается открытие рейсов в Шанхай, в Сингапур, в Токио и в Нью-Йорк. В 2020 году ожидается открытие Шанхай и Нью-Йорк, а в 2019-м в Токио и Сингапур. Это что касается расширения географии. Астана будет развиваться как деловой, культурный и научный центр Евразии. Планируется, что при Назарбаев университете начнет функционировать научный парк «Астана Бизнес Кампус». Его задачей станет развитие связи между университетской наукой и производством, а также вывод результатов научных разработок на рынок. «Астана Бизнес Кампус» станет частью интеллектуально-инновационного кластера Назарбаев университета. На первом этапе будут создаваться кластеры, направленные на развитие информационно-коммуникационных технологий, биомедицины, геологии, а также различных сфер инжиниринга. «Ресерч Триэнгл» — та же самая Силиконовая долина, конечно, намного больше. Например, «Ресерч Триэнгл» в Соединенных Штатах, или «София Антиполис» во Франции, к примеру, «Кембридж Сайенс Парк». То есть, да, определенный бенчмарк мы проводили и изучали концепции зарубежных парков. Эффект направлен на то, чтобы создать здесь инновационную экосистему, способствующую экономическому росту региона. То есть, вот такого рода экосистема, которая притягивала бы как средних, так и крупных игроков бизнеса, которым нужна была бы компетенция Назарбаев университета, города Астаны и всех этих притягающих точек. На данный момент ведется работа с крупными, как средними, малыми, как средними, так и крупными компаниями, то есть представителями технологического предпринимательства, технологического бизнеса. Ведутся переговоры, подписываются меморандумы. В том числе на существующей базе, на базе нынешнего технопарка, рассаживаются представители пока что МСБ, потому что площадь позволяет рассадить представителей малого и среднего бизнеса. В дальнейшем планируется с расширением площади, планируется рассадка средних представителей технологического бизнеса. В Назарбаев университете сегодня применяют передовой опыт обучения, что позволяет Астане называться образовательным центром Казахстана. Вуз единственный автономный в стране. Ожидается, что другие учебные заведения будут перенимать модель его работы. Это уникальное учебное заведение, потому что ты учишься на английском языке, ты выбираешь дисциплины, у тебя есть академическая свобода. Мы изучаем то, что нам интересно, после обсуждаем всей группой, некий азарт присутствует. Это очень важно в учебном процессе. Вуз сам выбирает, как обучать, какие исследования проводить, на какой науке заострять внимание. Знание – это основа, все остальное не так важно. Поэтому Назарбаев университет интересен мне, другим студентам из США, стран Европы и даже Африки. Академическая свобода – в этом вся прелесть образования. Возможность проводить собственные исследования. Ничто не мешает расти мне, как ученым. Автономия, конечно, это хорошо. У меня была возможность учиться в нашем региональном университете. Вот я в Салматинской области. И сравниваю то, как здесь все проходит, и то, как у меня было прежде. Конечно, это выбор дисциплин. Это свобода преподавателей нашего правительского состава самим эти дисциплины проектировать, давать нам то, что нужно. Не зря сказать, что мы полностью независимы от министерства образования. Мы тоже во многих вещах связаны с ними. Это наше финансирование. Но, в общем, это чувствуется. Чувствуется академическая среда. Я думаю, что без автономии Назарбаев университет не мог бы функционировать так, как он функционирует сейчас. Астана сегодня по праву считается главным символом молодого государства. Новые амбициозные проекты, по мнению экспертов, дадут солидный фундамент для дальнейшего развития не только города, но и всего Казахстана. Ожидается, что к 2050 году Астана станет евразийским мегаполисом с более чем трехмиллионным населением. Продолжит динамичное развитие Алматы. Все областные центры и другие населенные пункты. Возникнет несколько миллионов городов в нашей стране. Вы смотрели «Приоритет». Уже в следующем выпуске расскажем вам о самых интересных реформах, которые ожидают нашу страну. Продолжение следует...